При выполнении данного среза работает только большой палец. То есть работаем не полностью всей кистью, а только большим пальцем. Легким движением руки длинные волосы превращаются в короткую стрижку. Парикмахеры говорят, в этом сезоне рваные челки и оляпистый раскрас снова в моде. Для эксперимента модель выбирают прямо из зала. Но свою задумку сразу не раскрывают. Что получится в итоге, клиент даже не догадывается. Был выстрижен затылок. Хвосты были сделаны в виде ласточкин хвост. Была сделана короткая макушка торчащая. Окрашивание было выполнено в технике. Яркое прикосновение к моде. А эти посетители самые благодарные. Они и на результат не пожалуются, и самые мудреные ночосы стерпят. Правда, работать с такими клиентами, признаются стилисты, не так-то просто. Прически начинающим мастерам приходится делать на головах у манекенов. Идет волос, он искусственный, он жесткий. Но все равно при работе со стайлинговыми средствами, так же, ну, от лаком забрюзгала расчесываешь, как бы сложно. А это настоящий шедевр от профи. С такой прической точно не выйдешь на улицу. На голове Елены Кузнецовой с полкилока, не колонного, улака для волос. Над образом испанской ночи стилисты работали несколько часов. Слезы, истерики, это нервы. Ну, около месяца мы готовились. Я с утра хожу, у меня уже голова отваливается. Образ дополнен ярким макияжем и разноцветным боди-артом. Светы, как всегда, модная тенденция. И сейчас осень, и хватает цвета. И поэтому мы выбрали вот такой вот образ. На свадьбу делаю до полокласса, на вечеринку, на день рождения. Сейчас очень модно. Из сотни ярких моделей к концу конкурса организаторам придется выбрать только несколько лучших. Зато имена стилистов-победителей прогремят на всю страну. Их внесут в списки элиты индустрии красоты. Продолжение следует...